друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и говорим о ключевых фундаментальных событиях и основном на в основном фоне который сложился на площадках и который безусловно влияет на то что с рынками происходит вчерашний день гиперволатильности мощнейшие движения я думаю что те тенденции которые мы наблюдали побили многих инвесторов и трейдеров знаю друзья насколько вы были также как и я преданы отдельным позициям и сделкам но вот к сожалению мы предполагаем а рынок располагается я хотел бы начать сегодняшний брифинг как раз вопроса вам друзья как вы думаете будет ли продолжаться то ралли которая вчера развилась по рисковым инструментом дальше мне очень важен ваш фидбэк потому что таким образом попробуем определить общее рыночное настроение а это поможет нам понятие что с рынками может произойти в перспективе ближайших недель не забывайте друзья подписываться на наш канал о маркет с нас все больше контент готовим для вас чтобы вы были в курсе всех самых интересных событий и новостей оставляйте ваши вопросы комментарии в секции с комментариями не забывайте ставите лайки ну что ж давайте тогда а вкратце разберем что у нас происходило в рамках вчерашнего дня тотальный позитив оптимизм рост ралли рисковых инструментов защита отступала но единственного исключения это с золотом но золото это отдельная история я сегодня также уделим пару на слов лишь отмечу как бы в качестве прелюдии друзья что если этот актив вас интересует повторяю что откуда бы вы его сейчас не купили это все равно будет выигрышная сделка потому что золото точно доберется до уровня 2000 долларов за тройскую унцию особенно сейчас когда мы понимаем как рынок активно реагирует на новые меры экономического стимулирования вот как раз к этим мерам давайте сейчас плавненько и перейдем то что мы видели вчера это реакция трейдеров на готовность мировых центральных банков и дальше заливать мировую экономику деньгами сейчас ситуация за когда действительно хочется поверить что любую проблему можно решить деньгами любую болезнь пандемию залить ликвидностью то решение которое было принято европейским союзом о новом пакете финансовой помощи 750 миллиардов евро собственно если разбирать структуру этого фонда 390 миллиардов будут предоставлены нуждающимся регионам формате грантов это кредиты но бесплатные и безвозмездные соответственно оставшиеся части от 750 если вычесть 390 это те средства которые будут выделяться формате кредитов не знаю может быть даже не уместно сейчас и не нужно делать акценты на то по какому вопросу бодались страны европейского союза я вроде бы накануне рассказывал о том что есть регионы которые очень сильно пострадали с мягкой бюджетной дисциплины есть регионы с жесткой бюджетной дисциплины вот во главе с швецией дании и нидерландами они до последнего не хотели кормить италию грецию испанию которым нужна сейчас ликвидность но ликвидность бесплатная потому что если бы им предоставили на экономическое восстановление средств формате кредитов это бы еще больше увеличило долговую нагрузку и привело бы возможно к необратимым последствиям сейчас все-таки есть уже решение не будем от него открещиваться отказываться это взбодрило рынке потому что все поверили что этих денег будет ближайшее время достаточно чтобы помочь экономикам преодолеть последствия коронавирусной инфекции никто не думает о том что этот фонд еще нужно как решение ратифицировать окончательно согласовать еще регионально но я думаю что с этим будут проблемы ну и их тоже удастся преодолеть поэтому друзья возвращаясь к динамике европейской валюты сейчас мы видим евро на новых многомесячных максимумах мы видим как трейдеры закладывались под до рост главного валютного риска возможно вчера именно ралли евро стала одним из основных локомотивов помимо слабости доллара и собственно ожидание того что европейская экономика будет восстанавливаться быстрее чем экономика сша из-за того что сша это новый эпицент распространения коронавируса это также приободрило оптимистов где евро можно ловить дальше если руководствуется прогнозами сети это уровне 120 вы знаете оценивая еще ситуацию с индексом рыночных настроений кайман сейчас 81 процент трейдеров активно компания маркетс продают евро то есть рынок будет двигаться по пути наименьшего сопротивления в противоположную сторону ему проще туда будет пойти то есть я допускаю что европейская валюта будет дальше расти второй момент это после ецб скажем эстафету сейчас перехватывает а точнее после еврозоны евросоюза эстафету новых мер экономической поддержки сейчас можно передать властям сша конгресс активно сейчас работает надо законопроектом и законом аномом фискальном стимулировании в конце этого месяца запланирована большая пресс-конференция трампа я думаю что как раз к концу месяца и дадут ему возможность анонсировать эти меры экономического стимулирования поэтому друзья мы их долго конечно же отрицали я все-таки был уверен что доллару не дадут вот так вот просто обвалиться ну далее и вчера когда мы ушли ниже отметки 9570 протестировали 9550 я залез в эти короткие позиции и сейчас буду ждать уровне гораздо ниже текущих значений потому что как раз настраиваюсь на вот эти новые меры экономического стимулирования поэтому напоминаю между евро долларом и индексом американской валюты есть очень тесная корреляция обратно не нужно распыляться на два одновременно сейчас инструмента выберите для себя то что вам нравится больше ну возможно кому-то понравится действительно работа с индексом доллара поскольку там не нужно платить на свопы и я рекомендую все-таки ставить уже на снижение дальнейшей американской валюты вплоть до уровня там 94 и ниже что касается других инструментов золота золото растет 1855 золото нужно ждать в районе уже 1900 и выше выше это 2000 но это уже возможно больше чем полгода понадобится на достижение данных значений золото растет почему потому что снижается доллар золото растет потому что чем больше сейчас денег вливается в экономику тем выше риски инфляции золото это классический инструмент страховки от инфляционных рисков золото растет потому что ситуация с коронавирусом становится все хуже и хуже везде уже повсеместно снова возвращаются к обязательствам ношения масок водятся новые ограничительные меры друзья это уже не повторная не вторая волна коронавируса это продолжение пандемии и до тех пор пока не будет вакцины к сожалению она никуда не денется и будет постоянно вот кошмарить финансовые рынки золото на этом будет расти и в принципе мы уже определились тем где его ждать дальше ранее была сделка по доллару иене продажи поскольку как альтернатива как запасной вариант если доллар все-таки просядет мы будем выезжать за счет и японской иены поскольку чем хуже обстоят дела в мировой экономике сейчас коронавирус хорошая причина говорить о том что не так все хорошо и благополучно тем выше шансов того что японские каиторы будут возвращать деньги на родину я рассказывал также об этом механизме в одном из прошлых брифингов в общем друзья цель по доллару иене 106 доллар канадец 134 40 я предлагаю выйти из этой валютной пары потому что роничные продажи не помогли накануне рынок нефти продолжает расти и лучше уж не испытывать удачу точнее не испытывать судьбу в данном случае будут еще данные по индексу потребительских цен сегодня в 1530 но полагаю что канадец вряд ли отреагирует на эту статистику пока у нас не будет четкого понимания того что должно произойти с рынком нефти я думаю что с долларом канадцем мы связываться больше не будем кстати вчерашняя новость меня поразило о том что банк канада сократил вдвое покупки облигаций и это решение вступает в силу с 27 июля то есть тогда когда мы ждали что новые меры будут увеличены приниматься по расширению программы количественного смягчения по движению в сторону более низких процентных ставок фактически канадский регулятор вчера ужесточил монетарную политику фунт против доллара здесь друзья я предан короткой позиции ну вот что хотите можете сделать но не переубедить меня я уверен то что фунт может очень лихо просесть как минимум вернуться там к уровню 125 уже в ближайшее время сети рекомендуют держать короткие позиции до уровня 124 38 только после этого думать о покупках и нефть друзья 44 05 опять же нефтянку поддерживает обвал доллара новые меры стимулирования которые должны помочь восстановить экономическую активность и сегодня у нас данные по запасам 1730 по московскому времени api буквально несколько часов назад опубликовали отчеты запасы выросли на семь с половиной миллионов если данные по от минэнерго сша официальный также укажет на рост запасов нефтянка может скорректироваться хотя я думаю что коррекцию мы увидим только после прохода рынка через за сопротивление 45 долларов за баррель я кстати буду готов шортить все после теста именно 45 друзья на этом все большое всем спасибо за внимание всем пока